Этот квест «Экологический серпантин» среди советов ветеранов Орехово-Зуевский центр и комплексного обслуживания населения провел впервые и приурочил его специально Году экологии в России. В нем приняло участие четыре команды района и городской округ Орехово-Зуева. Перед прохождением дистанции участники познакомились друг с другом и презентовали свою команду остальным соревнующимся. После чего состоялись массовый флешмоб и шеребьевка на распределении локаций, с которой команда стартует. Все восемь станций были тематическими. У каждой команды участницы был куратор, который контролировал прохождение этапов. Игроки отгадывали загадки на знания обитателей животного мира, а на одном промежутке дистанции даже пришлось воспользоваться вокальными данными и спеть отрывок из песни, где есть какое-то природное явление. Ежегодно Орехово-Зуевским комплексным центром социального обслуживания населения устраиваются масштабные мероприятия, которые несут в себе одно большое светлое. Цель этих масштабных мероприятий в том, чтобы рекламировать и свою деятельность, и в том, чтобы наши пенсионеры и люди с ограничением возможности здоровья не сидели дома, общались и были активными участниками той жизни. А сейчас настолько интересная жизнь, 21 век, все идет вперед, и наши пенсионеры должны идти в ногу со временем. Само же слово «квест» для большинства ветеранов неизвестно. Для них привычнее и понятнее звучат эстафета Викторина Зарница. На каждом этапе были свои сложности, и поэтому именно командная помощь дала нам, я считаю, хорошие результаты. А мы действительно вспоминаем то, что было раньше, когда мы были молодыми, и начинаешь думать, и тут какое-то волнение, потому что, как это такое, вот столько уже возраста, как я могу не отгадать. Интересно, очень интересно мероприятие прошло, большое всем спасибо. Как признались ветераны, для них этот квест был интересен и тем, что организаторы до самого начала мероприятия держали интригу и не рассказывали участникам суть игры. После того, как последняя команда завершила прохождение последней станции, для ветеранов было организовано чаепитие, а жюри тем временем подсчитывало результаты. По итогам игры победила команда из Орехова-Зуева, а завершилось мероприятие танцами. Ветераны вспомнили молодость и хорошо провели время. Продолжение следует...